Пожарная охрана страны отметила 373-летие со дня образования. На свой праздник огнеборцы пригласили не только коллег, но и всех жителей Мурманска. Как это было, расскажет Кристина Харатова. На улице Ленинградской в этот день было шумно и весело. Мурманчане пришли к пожарным на их большой праздник. 373 года исполнилась пожарная охрана. Здесь можно было посмотреть выставку техники, поучаствовать в тематических конкурсах, викторинах и эстафетах. Проголодавшихся угощали полевой кухней. Всех развлекали концертом. Работа огнеборца, спасателя под силу не каждому. Но Максим Вашенцев именно тот человек, кто гордо носит звание пожарного. Работаю с 2014 года. Начинал пожарным, сейчас командир отделения. Каждый пожар по-своему сложен. Бывает без, так сказать, без жертв, без ситуации таких чрезвычайных. А бывает, конечно, тяжело. Его коллега Константин Петраков тоже видел многое. Он уже пять лет в этой профессии. С детства нравилась эта профессия. То есть у меня и родственники были, кто занимался этим делом. Вот тоже пошел по их стопам, скажем так. В принципе, нет сложности никакой. Просто надо быть всегда готовым физически, психологически. То есть саморазвиваться. На празднике отличившихся сотрудников пожарной службы наградили губернатор Андрей Чибис и начальник МЧС региона Руслан Назаров. Кроме того, после торжественной церемонии и поздравительных речей состоялось посвящение 23 новобранцев. Хочется людей спасать. Полезная работа, я считаю, очень. Я уже служу в 12-й спасательной части 48-го управления. Полтора года назад предложили. Я думаю, ну попробую. Потом понравилось. Интересно стало. Ну, когда уже пришел. Вот. Уже полтора года служу. Нравится. Впервые в Мурманске провели экстремальные соревнования «Вертикальный вызов». 53 специалиста газодымной защиты в полном обмундировании на скорость поднимались по лестнице на 18-й этаж Арктики. Открыла гонку звездная команда опытных бойцов. Мы все с одного караула отработали вместе еще в самостоятельной пожарной части на Самойлово здесь. Сейчас немножко наши пути разошлись. Это как бы неофициальный флаг пожарной охраны. Без него не обходится ни один праздник. По итогам соревнований в командном зачете победила команда первой пожарной спасательной части МЧС региона. А в личном первенстве лучшим стал Иван Селиванов, поднявшийся за одну минуту 57 секунд.